Всем привет, с вами Виктория Нью и в этом видео у нас корейская косметика с сайта Style Korean. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу с теми товарами, о которых пойдет речь в данном обзоре. Но сразу могу сказать, что в данном видео будет представлена продукция от торговой марки About Me, что в переводе означает «Обо мне». На сайте Style Korean представлено более 150 корейских торговых марок. Заказывая продукцию с этого сайта, вы можете быть уверены, что вы получите 100% качество от корейских производителей. Не могу не отметить милую коробку с сердечками. Открываем коробку и тут у нас 4 средства. И вы только посмотрите, как мило и тщательно все упаковано. При транспортировке ни одна коробочка со средством не пострадала. В этом видео мы с вами откроем одну большую коробку и две маленькие. И первый продукт, о котором пойдет речь, это молочный пилинг-гель. Тут у нас в тубе 120 мл продукта. На коробке и на тубе есть вся необходимая информация. Правда, она на корейском языке. Всю необходимую информацию на русском языке о каждом товаре вы сможете найти на российском сайте Style Korean. Ссылочка на сайт будет в описании под видео. Когда я впервые начала тестировать данный продукт, мне показалось, что с ним что-то не так. Но срок годности выбит на тубе и он довольно большой. К тому же сама туба изначально была зафольгирована. Производитель позиционирует данное средство как красный пилинг. Из-за того, что в нем 8 видов красных ингредиентов, полученных от природы. Помимо молочных кислот, при создании данного средства использовалась также дамасская роза, цветок лотоса, пустынная роза, пион, гранат, помидоры, красное вино и плоды витаминного дерева. И вот сейчас на своих экранах вы видите, из-за чего у меня и возникло такое немного сомнение по поводу срокогодности данного средства. Все дело в том, что в составе пилинга есть, вот даже не знаю, как это назвать, такие волокна, которые не растворяются, они никак не впитываются и никуда не деваются, они просто скатываются. Конечно же, в дальнейшем я уже поняла, что именно эти волокна помогают деликатно скатывать ороговевший слой кожи. Средство мы наносим на лицо, избегая участки кожи вокруг глаз. При этом постарайтесь распределить средства равномерно. Буквально оставляем средство на 1-2 минуты и затем потихонечку начинаем скатывать ороговевший слой кожи. Подобного рода пилинги называют также пилинг-скатка. Я неоднократно пользовалась такими пилингами и большой-большой плюс у данного пилинга это то, что вся процедура у вас займет не больше 5 минут. Также хочу отметить, что в данном пилинге нет жестких грубых скрабирующих частиц. Это позволяет использовать данное средство и людям, у которых воспаленная кожа. Благодаря волокнам процедура пилинга по ощущениям очень щадящая. Но на самом деле действительно снимается довольно-таки приличный слой, мне кажется, кожи. Единственное, саму процедуру лучше делать над умывальником, иначе вот эти самые волокна будут просто везде. После процедуры нет ощущения сухости, стянутости кожи, так как в состав пилинга входят также и увлажняющие компоненты. Но в любом случае пилинг процедуры нежелательно делать больше двух раз в неделю. Данный пилинг хоть и мягкий по ощущениям, но он действительно довольно эффективно отшелушивает ороговевшие клетки. Ну а дальше речь пойдет о протеиновом тонере от компании About Me, также из красной серии. По заявлению производителей, данный тонер по интенсивности увлажнение может сравниться даже с кремом. Средство имеет нежную текстуру, напоминающую молочко, и мгновенно увлажняет кожу, устраняя неприятные ощущения сухости и стянутости. И тут у нас в пластиковом флаконе 120 мл продукта. На донышке флакона указан срок годности, изначально тонер также зафольгирован. Молочная кислота в составе данного тонера обеспечивает нежное удаление омертвевших клеток кожи. Керамиды молока укрепляют защитный барьер кожи и препятствуют испарению влаги. Сывороточный протеин восстанавливает липидный слой кожи. А увлажняющий комплекс, в который входят масло овса, экстракт Баобаба и аквакерамиды, обеспечивает глубокое увлажнение и удержание влаги в коже в течение продолжительного времени. По консистенции данный тонер это действительно такое жидкое молочко, которое легко распределяется и хорошо впитывается. По поводу увлажнения могу сказать следующее. Если перед макияжем вы не хотите как-то утяжелять лицо увлажняющими кремами, то вот данный тонер отлично подойдет. При этом даже матовый макияж будет долго оставаться матовым, даже без малейшего намека на влажность и уж тем более без малейшего намека на жирность. Но если вы знаете, что ваша кожа склонна к сухости, для ночного ухода данного тонера будет все-таки маловато. В общем, для дневного ухода данный тонер отлично подходит, особенно под макияж. Но для ночного ухода лучше все-таки к данному тонеру добавить еще какой-нибудь питательно увлажняющий крем. Ну а вот следующий товар для меня неоднозначный от слова совсем. Это тонер-пэды тройного действия. В пластиковой баночке 60 пэдов, которые в свою очередь очень напоминают ватные диски. Так вот, эти пэды, они пропитаны по заявлению производителя очищающими и питательными ингредиентами. Гликолевая и силициловая кислоты обеспечивают эффективное отшелушивание и удаление загрязнений из пор. Комплекс Anti-Age ухаживает за порами, растворяя сальные пробки и сокращая выделение кожного себума. А экстракт и сок лимона помогают бороться с пигментацией, а также в целом выравнивают тон кожи и насыщают ее витамином С. Вообще, косметические пэды стали бьюти-трендом сравнительно недавно. И тут пользователи сразу разделились на два лагеря. Кто-то считает это суперрешением, ну а кто-то так и не понял, в чем тут фишка. В данном случае в баночке 60 очищающих, скажем так, ватных дисков, просто пэды они бывают также еще и в виде влажных салфеток. С одной стороны ватный диск шершавый, с другой стороны гладкий. И тут не могу не отметить, что даже верхний диск отлично пропитан очищающим экстрактом. Способ применения. После очищения лица протрите кожу сначала шершавой, а затем мягкой стороной пэда. И вот как раз на этом этапе я зависла. То есть получается, мы сначала умылись, тщательно очистив лицо пенкой или двухступенчатой системой очистки. И после этого нам предлагается смазать лицо пэдом. То есть сначала шершавой стороной, потом гладкой стороной. Безусловно, если вы не уверены в своем очищении, пэды вам помогут. Но вот лично я уверена в своем очищении, поэтому не вижу смысла после процедуры очистки использовать еще и пэды. На мой взгляд, это могла бы быть очень удобная тревел-версия. К примеру, вы такая в походе, воды мало, и вы такая достали спонжик, протерли лицо, и все, вы чистюля красотуля. Но в данном случае пэды используются после очищения. Поэтому вот возникает вопрос, ну вообще как бы надо вам оно или не надо. А вот следующий товар – массажный пилинг-крем. И тут мне как раз-таки все понятно. И эффективность данного средства видна сразу же после первого применения. В баночке 150 мл продукта. В коробочке к крему прилагается лопатка. Огромное спасибо производителям. Мелочь кажется, а все-таки приятно. Итак, массажный крем эффективно удалит ороговевшие частички кожи, очистит поры, вытянув из них загрязнения, выровняет тон кожи и придаст лицу свежий вид. По консистенции средство напоминает текстуру щербета. В состав входят лимонные капсулы, которые легко проникают в кожу, поднимают загрязнения изнутри и выводят их с помощью масла, которое образуется при массаже. Крем нежно очищает поры, не растягивая их. И тут я хочу заметить, что это очень важно для любого типа кожи. А также помогает осветлить пигментные пятна и постакне. Экстракты лимона и цедры обеспечивают отшелушивающий и осветляющий эффект. Маточное молочко и тыква питают кожу, восполняют потерю влаги и стимулируют кровообращение. А сок алоэ увлажняет и успокаивает кожу. Производитель просит строго следовать инструкции по применению, для того, чтобы получить от средства максимально положительный эффект. Тут в принципе ничего сложного нет. После очищения мы подсушиваем лицо полотенцем и наносим средство. Количество примерно размером с 5-рублевую монету. Вторым этапом мы втираем средство массажными движениями. Желательно не пальцами, а ладонями, чтобы нагреть средство теплом рук. Такой массаж должен продлиться примерно 2 минуты. Примерно через 2 минуты на коже начнет проступать масло. После этого мы продолжаем массаж еще 10-15 секунд. И тут мне хотелось бы отметить, что если вы находитесь в теплом помещении, и в принципе от природы у вас руки всегда теплые, то вот это самое масло, оно проявится намного раньше, чем через 2 минуты. Третьим этапом мы удаляем проступившее масло салфеткой, и вместе с ним должно уйти и загрязнение. Ну и последний, четвертый этап мы умываемся обычной водой, либо пенкой, после чего наносим свой обычный уход. Знаете, мне очень понравилось данное средство. Помимо всех заявленных свойств производителям, данное средство еще отлично справляется и с водостойким макияжем. На мой взгляд, это прекрасная альтернатива гидрофильному маслу, только в данном случае после очищения у вас не будет ощущения стянутости кожи на лице. Ну а дальше речь пойдет о коллагеновой укрепляющей маске от компании About Me. Запатентованная технология трансдермальной системы обеспечит долгосрочный лифтинг-эффект за счет впитывания компонентов в глубокие слои кожи. Данная маска наполняет кожу коллагеном, подтягивает ее изнутри, а также обеспечивает лифтинг верхних слоев кожи. В коробке 4 маски, каждая из которых отдельно упакована в фольгированный пакет. На каждом фольгированном пакете есть насечки, которые обеспечат легкое вскрытие. Сама маска состоит из двух частей. Назовем эти части верхняя часть и нижняя часть. Прежде чем использовать данную маску по назначению, нам нужно очистить лицо и нанести тонер. По сути дела, это гидрогелевая маска с низкомолекулярным коллагеном. Такой коллаген также называют коллагеновым пептидом. Обе части маски с двух сторон обложены бумагой. Убираем слои бумаги и прикладываем маску к лицу. Сначала верхнюю часть, потом нижнюю. Ну или наоборот, так как вам удобнее. Вот, правда, лекало у данной маски не совсем подошло к моему лицу. Вырез для губ для меня, ну вот уж какой-то очень большой. А вот надрезы для носа какие-то вот, ну вот прям совсем очень маленькие. Ну, либо у меня очень маленький рот и очень большой нос. Сама маска очень хорошо пропитана. Да и помимо этого в фольгированном пакете еще очень много сыворотки, которую вам хватит нанести и на руки, и на шею. Через 15-20 минут снимаем маску и, как говорится, сразу же видим эффект на лице. Подобные маски, конечно же, более эффективны, нежели тканевые маски. Эффект после них продержится у вас неделю, это точно. Ну, тут, конечно, многое зависит еще и от общего состояния вашей кожи. А вот эффект от следующего продукта будет радовать вас не одну неделю. И дальше речь пойдет о коллагеновых пластырях для зоны подбородка. И тут также запатентованная технология трансдермальной системы. Данные пластыри, а в коробке их 4 штуки, по своим свойствам очень похожи на маски, о которых я говорила ранее. На коробке и на каждом фольгированном пакете есть иллюстрированная инструкция, как правильно наклеить пластырь. В принципе, ничего сложного нет. И тут также низкомолекулярный коллаген, который добывается с помощью декомпозиции желатина, с помощью энзимов. И благодаря мельчайшим размерам и весу без труда проникает в кожу. Пластыри от компании About Me рассчитаны на постепенную подтяжку визоны изнутри. Поэтому эффект после курса масок остается на долгое время. Курс, насколько я поняла, состоит из 4 пластырей. Хотя на сайте Style Korean можно приобрести 1 пластырь. Наверное, это для того, чтобы можно было попробовать, будет ли эффект после одной процедуры. Скрываю пакет, достаю пластырь и ловлю себя на мысли, что пластырь я в принципе ожидала. Но ожидала я его каким-то влажным. А он на самом деле абсолютно сухой. И внутри фольгированного пакета также нет никакой жидкости. Еще минут 10, глядя на пластырь, я думала, а где же вот этот самый коллагеновый пептид, кастуровое масло, аскорбиновая кислота, масло макадамии, масло первоцвета, которые заявлены в составе. То есть вот еще минут 10 я, глядя на пластырь, думала, где это все. В итоге я решила не заморачиваться и успокоила себя тем, что корейские производители опять что-то придумали для того, чтобы меня удивить. И им это в очередной раз удалось. Снимаю пленку с пластыря. Кстати, поверхность под пленкой очень липкая. Ну и наклеиваю пластырь по инструкции. Кстати, по инструкции также нужно сначала очистить кожу и нанести тонер. И только после этого наклеивать пластырь. Изначально мы прикладываем пластырь и пальцами придерживаем кончики в течение 10 секунд для того, чтобы пластырь прочно приклеился. Снимаем пластырь через 15-20 минут и наносим обычный уход. Важное предупреждение от производителя. Не держите пластырь больше 20 минут. Не оставляйте пластырь на ночь. Не используйте один пластырь более одного раза. Когда я сняла пластырь, я настолько была удивлена результатом, что я минут 20 еще трогала свой подбородок и не могла понять, вообще мой он или чей. На момент озвучивания видео я использовала только два пластыря с промежутком 3 дня. И результат меня больше, чем устроил. Вот сейчас мне просто некуда уже больше подтягивать кожу подбородка. Поэтому оставшиеся два пластыря я решила оставить, ну скажем так, на потом. Напомню, что на сайте Style Korean можно заказать один такой пластырь. Вот как по мне, закажите один пластырь, попробуйте. Я уверена, что даже после одной процедуры вы сразу увидите результат и дальше уже сами для себя решите, приобретать вам упаковку из четырех пластырей или нет. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч! До свидания!